Доброй ранец, Беларусь! Сложное, но такое важное дело. Сегодня, 5 января, свой профессиональный праздник в нашей стране отмечают работники социальной защиты. И мы рады приветствовать в студии Доброй ранец, Беларусь, начальника управления Организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты. Наталья Карава у нас в гостях. Доброй ранец, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. 105 лет со дня образования органов по труду и социальной защите. Примите наше искреннее поздравление. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, что на сегодняшний день представляет собой система? Кто работает в этой системе? Кто эти люди? Правда ли, что до сих пор у этой сферы женское лицо? Система сегодня составляет порядка 41 тысячи работников. Это работники, которые работают в госорганах и осуществляют властные полномочия в сфере труда, занятости, социальной защиты. И это работники учреждений социального обслуживания. Если говорить про социальный портрет социального работника, то да, действительно, это преимущественно женщина из среднего возраста где-то 49 лет. Но мужчины есть, расскажите. Есть мужчины, но их немного. Так, ну вот они приходят в эту сферу почему? Вот как показывает практика их опыт? И мужчины, и женщины. Мы сейчас уже не разделяем по гендерным признакам. Ну, я хочу сказать, что в нашей системе работают люди, приходят в нашу систему люди, призвание которых помогать людям. Ну, то есть, когда действительно есть желание помочь ближним, тем более тем людям, которым в этом нуждается. Это люди с большим сердцем, безусловно. А давайте вот более предметно поговорим насчет того, вот кому и какую помощь приходится оказывать. Ну, если мы говорим про социальное обслуживание, то преимущественно у нас социальные услуги получают пожилые граждане и инвалиды. Социальный перечень социальных услуг, ну, очень широк. Если говорить про форму социального обслуживания, то можно выделить такие основные три. Это форма социального обслуживания на дому, когда услуги оказываются там, где проживает пожилой человек или инвалид. Услуги, которые оказываются в условиях дневного пребывания в учреждении социального обслуживания. И услуги в условиях круглосуточного пребывания. Как правило, это наше учреждение, стационарное учреждение. Татьяна Владимировна, но ведь не каждый из нас может быть социальным работником, ведь это правда, да? Я даже знаю, что в вашей сфере есть такая фраза, что если человек продержался два года, то в принципе он на своем месте, он нашел свое место в реализации. Как происходит подготовка кадров в этой сфере? Ну, подготовка кадров у нас осуществляется в рамках системы образования, но если мы говорим про социальных работников, то здесь большое внимание уделяется сопровождению человека на работника. Например, у нас в территориальных центрах работает школа социального работника, и в рамках данного направления деятельности социальный работник всегда поддерживает свои знания в области социального обслуживания, в области социальной помощи. Приходят сотрудники органов внутренних дел, которые рассказывают, освещают вопросы обеспечения профилактики и совершения правонарушений в отношении пожилых граждан и инвалидов. Сотрудничают с органами по чрезвычайным ситуациям, это пожарная безопасность. Но такое основное направление работы этих школ – это обучение и поддержание навыков ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Это особенности ухода за человеком после инсульта, после инфаркта, с переломом шейки бедра, с гражданами, имеющими деменцию. И в данном направлении мы очень тесно сотрудничаем с учреждениями здравоохранения и такими общественными объединениями, как Красный Крест. Еще хочу сказать, что вот в рамках работы школы социального работника большое внимание также уделяется профилактике профессионального выгорания, потому что работа социального работника требует большой самоотдачи. Ну еще получается, что вы как друзья, как близкие люди становитесь определенным людям, в их поживых домах. Иногда социальный работник, он просто становится членом семьи. То есть для вас, получается, их боль совершенно не чужая. Это неудивительно, что происходит порой эмоциональное выгорание? Вот вы говорили очень много о спектре услуг, которые оказывают социальные работники. Я понимаю, что, безусловно, эта сфера, она требует тоже, чтобы они развивались и были в тренде постоянно, потому что очень много новшеств в связи с этим. Вот расскажите, вот чем гордится сфера белорусской социальной защиты на сегодня вот в этом отношении? Ну, если говорить, скажем так, про недалеко минувшие события, то могу сказать, что 13 декабря у нас главой государства подписан закон, новый закон, в котором закон о социальном обслуживании излагается новой редакцией. Если говорить про основные инновации, то хочу отметить следующее. Значит, данным законом сформирована, как бы так, закреплена система ухода. Значит, законодательно закреплен термин уход, введены новый вид услуг, сформирован новый вид услуг, как услуги по уходу. Предусмотрена система долговременного ухода, которая предусматривает сопровождение маломобильных граждан совместно с, значит, в тесном межведомственном взаимодействии социальных служб и организации здравоохранения. Также инновациями закона является изменение подхода в определении оценки нуждаемости в социальном обслуживании. С целью обеспечения доступности, повышения доступности социальных услуг, законом предусмотрен подвоз получателей услуг, которые посещают наше отделение дневного пребывания. Также введена форма дистанционного социального обслуживания. Предусмотрено новое название для наших домов-интернатов. Они у нас сейчас будут называться социальными пансионатами. И тоже, считаю, важной инновацией нашего закона является то, что введена система лицензирования. Сегодня деятельность по оказанию социальных услуг с обеспечением проживания, которая осуществляется коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, будет подлежать лицензированию. Это очень здорово, потому что это дает, естественно, гарантии. Это самое главное. Наталья Вазимовна, мы поздравляем вас с этой прекрасной юбилейной датой. 105 лет со дня образования органов социальной защиты. И наверняка у вас есть пожелания прямо сейчас всем коллегам. Пожалуйста, ваша камера. Я хочу сказать огромное спасибо за работу в нашей системе. А пожелать хочу мира и добра всем работникам, в первую очередь, ну и всем гражданам нашей страны. Мне кажется, что к этому пожеланию нечего добавить, потому что все самое главное уже прозвучало. Наталья Владимировна, у нас следующая рубрика будет «Утренняя профессия». А вот есть ли у меня секрет, как начинается утро социального работника? Утро социального работника начинается с приема заявок от наших подопечных. То есть, получается, с надежды начинается утро. С надежды, конечно. Это прекрасно. Спасибо вам за эту опцию в нашей жизни. Спасибо. Мы напоминаем, что в гостях в студии Доброй Раницы Беларусь была начальник управления Организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Наталья Каравая. Доброго дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...